Всем привет! И с вами снова я, Полина. В этом видео я хочу предложить вам очередную идею прически на каждый день. И вот как она выглядит. Все, кому интересно узнать, как я сделаю эту прическу, пожалуйста, оставайтесь со мной. И для создания этой прически под рукой нам, как всегда, понадобится иметь щетку или расческу для волос, маленькую щеточку для начесывания волос у корней, парочка маленьких эластичных резинок, одну крупную эластичную резинку и несколько невизинок. Ну и напоследок нам пригодится лак для закрепления, фиксации прически в конце. Сперва я прочешу волосы по всей длине, избавляясь от всех усилков и запутанности, чтобы было легче разделять волосы на отдельные прядки. Теперь, так как я предпочитаю, чтобы прическа на голову была более пышной, приподнятой, я начешу несколько прядок у самых корней. Для этого я выбираю первую прядь у самого лба и короткими вертикальными движениями слегка начесываю ее у корней. И так прядка за прядками. До макушки. Когда все прядки начесаны, я откидываю их назад, отбрасываю назад и слегка провожу по поверхности волос щеточкой. Теперь я хочу отделить серединную часть. Для этого я провожу два пробора. От боковых сторон и ва к шее. Получается, мы захватываем прядь в виде треугольника. Получается, мы разделили волосы на три части. Две одинаковые боковые части и самую крупную часть по середине, проведя два пробора от боковых сторон и ва к шее. Теперь эту серединную часть я хочу захватить в высокий хвостик с помощью крупной эластичной резинки. Теперь я выбираю тоненькую прядку у левого виска, прочесываю ее и завожу назад на резинку. Этой прядкой я стараюсь скрыть пластичную резинку, которую мы закрепили в хвостик. Точно такую же прядку я захватываю у правого виска, прочесываю ее по всей линии с помощью маленькой щеточки и увожу назад по верху резинки. Закрепляю в таком положении с помощью резинки. И теперь я начну плетение с левой стороны. Я буду выбирать по прядке из распущенной массы волос и по прядке из хвостика. И вести плетение поочередно захватываю то прядку из распущенной части волос, то из хвостика. Стараюсь выделять прядки из хвостика так, чтобы хватило и на вторую, на правую часть. Я выделяю первую прядку из распущенных волос и разделяю ее на две части. Третью часть я забираю из хвостика. И начинаю плетение. Закладываю боковые прядки по верху среднего пряди. Продолжая плетение, добавляю тоненькую прядку из хвостика в верхнюю прядь плетения косы. И вплитаю ее в косу, закладывая по верху среднего пряди. В нижнюю прядь плетения косы я добавляю тоненькую прядку из распущенных волос. В верхнюю прядку я добавляю прядку из хвостика и закладываю по верху средней пряди плетения красной. В нижнюю прядку добавляю прядку из распущенных волос. И так далее, до тех пор, пока все волосы из распущенных не будут из них плетения. Ну вот и все. Когда все прядки с левой стороны в плетение, я приостанавливаю плетение косы и закрепляю ее с помощью пластичной резинки. Пришло время заплетать волосы с правой стороны. Для этого я опять-таки выбираю первую прядь и разделяю ее на две части. Третью часть я беру из хвостика и начинаю плести косу, закладывая боковые прядки над средней прядью. В верхнюю прядь я каждый раз добавляю прядку из хвостика. В нижнюю я буду добавлять прядку из распущенных волос. И так далее, до тех пор, пока все прядки из распущенных волос и из хвостика не будут вплетены в плетение косы. И когда все прядки вплетены, я снимаю эластичную резинку с первой косы. И объединю эти две косы в одну, проплетаю эту косичку до конца. На конце закрепляю косичку с помощью эластичной резинки. Косичку я закручиваю внутрь в рулон и завожу под корзинку плетения, закрепляя там с помощью мидинки. И теперь, когда прическа готова, я хочу зафиксировать ее с помощью лака. Ну вот и все, эта прическа на каждый день готова. Надеюсь, вам понравилась эта идея. Если да, то ставьте пальчик вверх, забирайте это видео быстрее, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мое последующее видео. А я с вами прощаюсь и хочу пожелать вам всего самого научу, счастья, здоровья, любви. Чтобы каждый ваш день был в голову добра, нежности и тепла. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok